Дорожный просвет 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 и вернули на свои места. Точнее, проследят, чтобы эти работы выполнили те, кому положено. Диспетчер передает заявку организации, которая должна устранить проблему. Оперативно. Это самое важное преимущество ЦУПа, в отличие от эпистолярного способа обращения к дорожникам. Помощь нужна здесь и сейчас. Когда создается аварийная ситуация в связи с тем, что заросли обочины кустами, когда люди разбивают колеса в каких-то ямах, в таких случаях звонят. Либо едут, упало дерево на проезжую часть, перекрыло ее. Других звонков, таких, которые не важные, не срочные, мы не получаем. Нынешний горячий сезон для сотрудников этого подразделения, казалось, был почти пережит. Здесь уже готовились к зимним снегопадам и весенним наводнениям. Но тут и осень решила не давать передышки. Ноябрьские дожди всерьез озадачили. 63 затопленных дороги. Причем присылаемые с разных уголков Новгородской области фото и видеоматериалы шокировали даже видавших виды диспетчеров. Настоящая ЧС. Ночами с руководством предприятия в ЦУПе оперативно выясняли, где требуется помощь. Где срочно нужно установить знаки, чтобы в темноте автомобилисты просто не угодили в водную пучину. Чтобы проезды по дорогам в этот сложный период были в безопасности. Важные задачи решались немедленно, в круглосуточном режиме. Ведь это безопасность людей. Следили за ситуацией, что происходит, как вода уходит, снижается уровень воды. Вот она уходит, вода. То есть тут уже проезд, можно сказать, восстанавливается. Вот по каждой дороге, по 63 дорогам у нас есть такие фотоподтверждения. С момента образования подтопления и до уже ликвидации размыва. В обычном режиме к нам поступает за сутки порядка 20-30, может быть, обращений в режиме ЧАЭС. И вот такое в накаленной атмосфере может доходить до 70 и выше. Нам звонят не только жители Новгородской области, но и также из других регионов. Когда особенно планируют поездки на территорию нашей области, чтобы узнать состояние дорог. Закрытый они перекрытый или проезд возможен. Соответственно, диспетчер всегда дает им адекватную полноценную информацию. Убедиться, что дорога открыта или найти пути объезда, можно и заглянув в интернет. Новгородавтодор выставляет на Яндекс.Картах так называемые «маяки». Выделяет знаком участки, где на машине не проехать. В режиме ЧАЭС это особенно важно. Актуальная информация обновляется каждые 60 минут. Ее доводят до чиновников, представителей Минтранса, природоохранных структур, МЧС и ГИБДД. Сейчас, когда размывы ликвидированы, перед дорожниками стоит задача устранить последствия буйства стихии. ЦУП Новгородавтодор, здравствуйте. Наталья, да? Заявочку держим на контроле, завтра ждем вашего звонка. Работы запланированы по грейдированию были на сегодня, но сегодня не успели подрядчики на этой дороге отработать, закончат завтра. А если не закончит, Наталья позвонит снова. Да и сам ЦУП наберет заявителя, чтобы удостовериться, что на обращение его подрядчик отреагировал и работы завершил. Связь с жителями держат и в обратном направлении. Контролирующая функция – еще одна важная составляющая работы ЦУПа. На его базе построено общение, целый чат между всеми участниками процесса обслуживания региональных дорог. В сети – все, начиная с подрядчиков и заканчивая главами сельских и городских поселений, руководителями местных дорожных предприятий, сотрудниками регионального министерства транспорта, курирующего направление заместителя губернатора. Это как онлайн-дневник, в который заглядывают родители. Тут можно и задания посмотреть, и оценку получить, и подсмотреть за успехами соседа по парте. На базе ЦУП у нас создан онлайн-чат, который позволяет нам в онлайн-режиме отслеживать все обращения граждан, также поэтапное выполнение работ по этим обращениям в части подрядных организаций. Ну и также кураторы, здесь нами на связи, которые выписывают предписания тем же подрядчикам. Здесь же мы отслеживаем по фотоматериалам выполнение данных предписаний. Соответственно, другие подрядные организации всегда могут видеть результаты работы своих коллег и нормализовать свою деятельность, у кого есть недочеты. Мы туда выкладываем, если какая-то поступает информация о неблагоприятных явлениях, соответственно, до всех сразу доносим. Справки по уровню воды, которые от МЧС поступают, запросы к подрядчикам, соответственно, мы тоже туда можем выкладывать. Таким образом складывается общая картина дорожной обстановки в регионе. В чате ежедневный прогноз погоды, последние важные новости не обходятся без благодарностей. И, между прочим, они не редкость. СУП был создан два года назад, сейчас здесь трудятся пять диспетчеров. И они привыкли делать, а не разговаривать. Как часто бывает, если свое обращение новгородцы выкладывают не совсем по адресу, в интернет. Нет, сотрудники Новгородавтодора, безусловно, найдут его и там. Там социальные сети диспетчеры тоже мониторят. Только вот драгоценное время будет потеряно на лишнюю болтовню. Поэтому, чтобы ваше обращение не затерялось где-нибудь в сети, адресуйте его напрямую Новгородавтодору. А для этого запомните номер 943-350. Скорая помощь для оперативного решения дорожных проблем. Скорая помощь для вашей безопасности на дорогах. Именно в ЦУП первой поступила информация о том, что ноябрьские дожди, вышедшие в результате из берегов река Винка, смыли насыпной мост на крестецкой трассе Вины-Усть-Волма. Масштаб бедствия был впечатляющим и требовал незамедлительных мер. Части дороги просто не было. Это могло привести к трагедии. Участок экстренно обезопасили и, как только это стало возможным, восстановили. Восстанавливаем хронологию событий о борьбе за безопасность на отдельно взятом участке. Винка обычно тихая и кроткая лесная речушка с небуйным характером. Течет спокойно и легко уживается по соседству с дорогами и деревнями. Но в ночь на 5 ноября она в буквальном смысле вышла из себя. Трехдневный ливень стал причиной резкого подъема уровня воды. Грязный бурный поток моментально набрал силу и начал сметать все на своем пути. Одной из первых жертв разбушевавшейся Винки стал насыпной мост на дороге от деревни Вины до Усть-Волмы. С ним река справилась в считанные часы. Часть магистрали просто смыла. Вот таким этот участок утром увидели дорожники, представители местной власти и полицейские. Разрушенная переправа нарушила жизнь жителей деревень, оставшихся на другом берегу, которым пришлось пользоваться запасной дорогой. Хоть и грунтовой, но безопасной. Но главное, от разрушительной силы реки Винки никто не пострадал. Все по распоряжению Минтранца области было сделано вовремя, чтобы сохранить жизнь и здоровье людям. Хорошо, что быстро, оперативно сработали на самом деле организация подрядная, которая обслуживает этот участок дороги. Значит, обеспечила безопасность, обеспечила перекрытие этого участка вместе с ГИБДД совместно. Ну и быстрое восстановление, по крайней мере для временного проезда. Ну сейчас вот видим то, что уже как бы есть, довольно-таки неплохо. Приступить к восстановлению компания, которая отвечает за ремонт и содержание этого участка Крестницкой дороги, смогла лишь через неделю, семь дней. Уровень воды не позволял начать работы. Все это время на краю обрыва дежурили представители подрядчика и ГИБДД. Были выставлены запрещающие знаки, организован объезд, проставлены значки на Яндекс.Картах, чтобы обвал не привел к трагедии. Едва Винка вошла в привычное русло, на ее берега вышла техника. Как только уровень воды спал, приступили и к работам. Быстро в течение суток засыпали, укатали, обеспечили временный проезд. Вот в данном случае можно видеть то, что мы сейчас имеем. Но это временный, вы говорите? Ну временный проезд, это, то есть вот этот кусок, отрезок дороги, который был размыт, да, он остался без асфальта, правильно? Поэтому мы, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, выставлены знаки, ограничивающую скорость, видели, да, наверное, ехали. Вот, а на следующий год положим здесь асфальт. Объем работ, которые пришлось выполнить подрядчику, виден невооруженным взглядом. Четыре водопропускные трубы были возвращены на место, а над ними возвышается несколько метров песка и щебня. Ограничений по весу и габаритам для движения по этому мосту нет. Это безопасно для любого транспорта, уверяют специалисты. Запрещены здесь только обгоны и высокая скорость. Ход восстановительных работ оценили представители координационного совета субъектов общественного контроля Новгородской области. Главное, что они отмечают, это безопасность, которая вернулась на эту дорогу. Я вот, например, могу порадоваться, да, что все-таки в нашем регионе люди работают на местах, да, и автодоры, и субподрядчики делают свое дело качественно, конечно, а не просто так. Потому что, ну, не бросили людей в беде, ведь это же, вот, не понимаем, да, насколько это важно. Учитывая, что, вот, посмотрев все берега, где вода стояла, ушла, и вот такой разгул стихии, и так это быстро все сделано, я считаю, молодцы. Работа качественная, просто вот. Вот. Огромное спасибо им, надо сказать, за это. Ну, это мое мнение, просто как человека даже. Не просто член общественной палаты, и человека, который приехал посмотреть, что сделано, и как это делается. Чисто по-человечески, я думаю, что это именно отношение к людям, да, забота о своем регионе, о том крае, где мы живем. Всего же в результате ноябрьского дождевого паводка в Новгородской области было повреждено больше десяти участков дорог. Восстановительные работы на всех уже завершены. Движение по ним теперь безопасно. Региональный Минтранс подсчитал, сколько средств потребуется районам, чтобы капитально восстановить пострадавшие участки. Всего на это нужно порядка 15 миллионов рублей. Вопрос выделения этой суммы из областного бюджета рассмотрят депутаты регионального парламента. Какая бы дорога ни была под вашими колесами, главное помнить скорость и стиль вождения вы выбираете сами. Именно поэтому мы всегда просим вас не забывать о своей безопасности и безопасности тех, кто рядом, в первую очередь о жизни наших детей. Министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области напоминает о необходимости размещать световозвращающие элементы на одежде и внимательно следить за знаками. Я же на этом прощаюсь. Увидимся меньше, чем через неделю. Менте.